Хакасское отделение Русского географического общества – одно из самых молодых в России, но одно из наиболее активных. На территории республики были воплощены в жизнь и продолжают работать ряд интересных и значимых проектов. Так, РГО регулярно проводит мониторинг биологического разнообразия. Под эгидой общества реализуется масштабный проект по охране редких представителей семейства кошачьих «Дикие кошки» Южной Сибири. Но главное достижение – это создание федерального заказника «Позарым». С этой инициативой обращался я лично к Владимиру Владимировичу Путину, президенту. Поддержка, которую мы получили, позволила создать в республике новую особо охраняемую природную территорию, охватывающую традиционные места обитания снежного барса и других редких видов животных. Кстати, в декабре федеральному заказнику «Позарым» уже будет 5 лет. Пять лет заказнику «Позарым» – это не единственная юбилейная дата в этом году. Четверть века исполняется первому заповеднику республики и 40 лет заповеднику Саяна-Шушинский. Чем не повод еще раз открыть для себя красоту природы Хакасии. Кстати, в этом году Госкомитет по туризму совместно с Русским географическим обществом разработал и открыл ряд новых туристических маршрутов, в том числе и по заповедным местам. Туризм на особо охраняемых природных территориях – это своя история, история каждого региона, природных каких-то объектов. Поэтому мы можем дать больше не только вклад в экономику, когда приезжает, но и узнавать свою Россию, познавать. То есть это и патриотическое воспитание, и экологическое воспитание, достаточно разных аспектов, как детей, так и взрослых. На заседании попечительского совета ряды республиканского отделения РГО пополнились. Корочки членов Русского географического общества получили Ирина Смолина, Владимир Штыгажев, Елена Егорова и Елена Бабушкина. Сегодня Хакасское отделение насчитывает без малого 100 человек. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.